Привет, просветители! Я достаточно редко посвящаю отдельные роли каким-то неадекватным зрителям. Наверное, потому что у меня шикарная аудитория. С меня комплимент, с вас лайк. Но когда комментатор является просто квинтэссенцией зашоренности и типичной Марьи Ивановной, я не могу сдержаться. Простите. Думаю, ни для кого не секрет, что та картина школы, которую пытаются нарисовать чиновники и Министерство просвещения... Боже, как я люблю Кравцова. Что не выступление, то новый пост в моем Телеграме. Так вот, эта картина сильно, даже нет, очень сильно, отличается от реальности. И дело здесь, во-первых, в том, что если говорить правду о состоянии нашего образования, ты лишишься места у кормушки. Мы же впереди планеты всей. А во-вторых, многие из этих людей вообще не понимают, как школа функционирует. И это даже не их вина. Надо спрашивать тех, кто их назначал. Понимаете, когда у всей верхушки Министерства просвещения педагогического опыта меньше, чем у Паши Остапова с Ютуба, это печально. Очень. И это даже не шутка. Обычно с мыслью, да что ты, черт побери, такое несешь, очередное выступление министра встречают старшеклассники, которые могут посмотреть по сторонам и понять, что реальность-то не такая. Взрослым с этим сложнее, потому что той погруженности в учебный процесс нет, к счастью. Поэтому очередную победу нашей школы вполне можно принять за чистую монету. Опять же, всегда приятнее надеяться на лучшее. В своих видео я хотел показать ту часть учебного процесса, которая остается за кадром и для школьников. Те самые будни учителя. Здесь должна неожиданным образом появиться моя книга. А вот и она. Минутка СМР. И начиная с самых первых роликов, я постоянно сталкивался с комментариями. Неправда, такого нет. У нас учителя получают миллион. И вообще не работают. Оставляли их либо дети. Нет, я не отношусь к той категории. Если ты со мной не согласен, ты ребенок. Нет, люди сами писали. А вот в моей школе... Вторая категория подобных комментаторов. Товарищи максимально далекие от образования. Но весьма близкие к телевизору. Мне всегда было приятно, что под каждым моим роликом о школе... Да, сегодня я буду много себя хвалить. Я находил комментарии от учителей. Все так и есть. Это придавало мне какую-то силу и ощущение, что я занимаюсь чем-то полезным. Выливаю свою желчь в интернет. И ни одного серьезного конфликта с реальными педагогами, а не статьями в интернете, за сколько там, пять лет на ютубе у меня не было. До недавнего времени всегда были мы, люди с педагогическим образованием, и они, сказочники-чиновники. С очередной басней про призвание и работу за идею. Но оказывается, есть в российских школах учителя, считающие, что все беды российских бюджетников от лени. Я сейчас немного успокоюсь, чтобы гены не провались. А потом мы продолжим. О том, что IT сейчас самая перспективная сфера, знают, пожалуй, все. Тут и возможность работать из любой точки мира, и иностранные клиенты, а, соответственно, зарплата в валюте, и весьма солидный доход. Но если я гуманитарий, и у меня лапки, а значит, я не знаю языков программирования, нет, что делать. Срочно регистрироваться на бесплатный, подчеркнем это слово, вебинар от школы CodeBreakers, как создавать сайты и мобильные приложения без кода, и зарабатывать на этом. Вебинар очень насыщенный, хоть и рассчитан на новичков. Вы узнаете, почему NoCode – самая перспективная ниша в IT, какие проекты можно создавать на NoCode с нуля, что нужно знать и уметь, чтобы начать зарабатывать, и где и как обучиться NoCode. NoCode позволяет быстро стартовать в IT. Можно искать первых клиентов уже буквально через 3 месяца после начала обучения. Вас научат логики создания IT-продуктов. А у ведущей вебинара Анны Радзиевской, основателя CodeBreakers, экс-продуктов Яндекса Клин, за плечами запуски стартапов в США. Так что никакой воды, только личный опыт. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на бесплатный вебинар и откройте для себя мир IT. Пару дней назад я опубликовал в своем Телеграме, кстати, подписывайтесь, все новости об образовании и трэше там, пост о визите министра Кравцова в Мелитополь. Сказки на ночь. Теперь рассказываем не только россиянам. Во время которого Кравцов заявил, что в России средняя зарплата педагога составляет 50-60 тысяч. Я отметил, что нам нужно просто молиться на Москву и среднюю температуру по больнице, иначе вот эти потрясающие вакансии всю статистику испортили бы. И о чем бы тогда Кравцов в Мелитополе рассказывал? Получаю вот такой комментарий. В последней школе, куда устроилась, вообще любопытная ситуация сложилась. За первый месяц получила реально копейки. К концу года, помимо всяких надбавок, положенных всем, в расчетке появилась графа интенсивность с заметным бонусом. Это я к чему? Кто как работает, тот так и получает. Кто как работает, тот так и получает. Услышали? Врачи, учителя, библиотекари из провинции. Вы просто работаете мало, но не выкладываетесь. А вот депутаты и чиновники, другой разговор. Все как на подбор. Профессионалы. Вот из последнего. Ну не видит депутат Журавлев разницы между Лего и каким-нибудь китайским конструктором. Зато как профессионально рассуждает. Датский конструктор Лего уходит из России. Вот беда, только не это. Как-то недавно я даже писал запрос в прокуратуру. Захожу в магазин, а там эти сраные Лего символами нацизма. Нацистские танки, солдаты, пушки все символами нацизма. Эд, при том, что Лего не выпускает продукцию с оружием. Исключение Стар Ворс и Индиана Джонс. Сказать, что мы сильно расстроены этим? Конечно нет. Более того, они там пропагандируют все что угодно. Свою гомосятину, которую они пытаются вставить куда угодно. В том числе и в конструкторы Лего. Валите нахрен! Вот и мой совет. Стоит ли удивляться, что защитник черепах Спорно этот балаган открылся для зоофилов. Вы представляете, для зоофилов в Дании официально работает. Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать. И здесь гомосексуалов нашел. Наверное, речь идет вот про этот единственный набор. Внимание с пометкой 18+. После этих кадров я еле сдерживаюсь, чтобы пол не поменять. Вы этих человечков видели? Такой разврат. Мне жарко стало. Вот подобные депутаты не зря зарплату получают, а учителя не доработали. Меня этот комментарий, скажу честно, задел. У нас и так в школах не хватает хороших специалистов. А тут их еще и в лень обвиняют. Вот, кстати, лентяйка. Чувашская республика, город Чебоксары. Оклад 5800 с высшим образованием. Высшая категория. 46 часов, 21 тысяча на руки. Внимание, 46 уроков в неделю, 21 тысяча. Но у нашего комментатора же бонус был. Значит, и все в такой ситуации. А если у тебя зарплата маленькая, ну, значит, и работаешь плохо. Конечно, зависит от руководства и отношений с ним. А еще от отношений с родителями. Я автор комментария. Сменила несколько школ за свою педагогическую деятельность. И везде были и отношения хорошие, и зарплата норм. Всякие склочники с кучей жалоб и плохими результатами обучения получали копейки. Ну так им нечего делать в образовании. Понимаете, у автора всегда зарплата была нормальной. А вы склочники. Работать научитесь? Непонятно, правда, как хорошие отношения с зарплатой связаны. Но ок. В подмосковной школе я получал 17 тысяч. Понятное дело, был лодырем, склочником. Что уж греха таить, работать не умел. А вот переехал в Москву, сразу же зарплата в несколько раз взлетела. А все почему? Начал работать и перестал ругаться с коллегами. Наша гениальная педагогиня. Да, мы здесь феминитивами балуемся. Назовем ее Оленькой. Решила все рассчитать и определила, что у учителя с зарплатой гулькин нос в классе 11 человек. Считаем на калькуляторе. 21 тысяча разделить на 4, разделить на 46, разделить на 10. Получается примерно 11. Кто заставляет работать в классе, где всего 11 человек? Моя любимая риторика. Давайте не работать в деревенских школах. Го все в Москву. Малокомплектная школа? Да бросай ты ее, пусть сами учатся. Все в крупные города. Отличное решение проблемы. Если школа имеет статус малокомплектной, там и часы оплачиваются по-другому. В этом году вела дистанционные уроки в такой школе. Всего 22 часа в месяц. Начисляли около 7 тысяч за это. Ну если в той школе начисляли, то везде так. А нет, подождите. У профсоюзов же одна из главных претензий, что зарплата даже в соседних регионах может очень сильно отличаться. А порой не то, что в регионах, а в рамках одного региона. Но тут-то у нас педагог с бонусами от администрации. Откуда я об этом знать? Поэтому, либо девушка что-то недоговаривает, либо не нашла понимания с коллективом или родителями. Ее так пытаются выжить с работы. У нас в школе есть такой педагог, на которого бесконечные жалобы родителей в областной Минобор. С коллегами общение сквозь зубы. Бесконечные больничные. Услышали? Вас с зарплатой в государственном учреждении пытаются с работы выжить. Ну, даже добавить нечего. Естественно, тут же подтянулись лодыри и любители говорить с коллегами сквозь зубы. Капец. Я как увидела в сентябре свою зарплату в школе, сразу же поняла, что уйду. И ушла. Потому что 13 тысяч в месяц, и это с надбавкой молодого специалиста, без нее 8 тысяч. С учетом того, что я заменяла и учителей предметников постоянно, и началку, такое себе. Вас просто с работы пытались выжить. Глупыха. Вот если бы вы трудились как Оленька, у вас бы бонус был. Кстати, все перипетии великого раскрытия лентяев вы можете найти вот под этим моим постом в Телеграме. А где у нас общение не сказывается на работе? Наверное, только там, где работа с оборудованием, а не с людьми. Давайте по чесноку. Результаты труда и достижения людей, к которым мы хорошо относимся, не остаются незамеченными. Ценятся больше, чем результаты человека, которого мы терпеть не можем. Вот вам не нравится, Марья Ивановна, и вы ей зарплату урезаете. Потому что что ж тут поделать? Такова человеческая природа. Правда здорово, когда доход зависит от отношений с директором? По-моему, просто замечательно. Вон, Оленька бонус получила. Какие-нибудь странные коммуняки могут заявить, что зарплата в бюджетной организации должна быть максимально прозрачной. Но они просто говорят со всеми сквозь зубы. Посмотрите на этих леваков. Как та учительница из Чебоксар набрала 46 часов и крысится на всех из-за угла за 21 тысячу? У Оленьки есть ответ на любой вопрос. Не зря же она в любимчиков у администрации ходит. Вот, например, почему у меня зарплата в Подмосковье крошечной была? Ну это вы считаете, что работали с отдачей, а руководство может считало иначе. Или на фоне коллектива отдачи не было видно. Или родители какие-нибудь жалобы написали. Или ваш директор все себе в карман клал. Или ваш бонус отдали педагогу, который свои достижения сумел презентовать. О том и была речь, что мало знать предмет. Наша профессиональная обязанность в том числе и уметь преподнести себя. В том числе и донести до руководства родителей то, какие мы крутые. И без нас просто школа провалится. Понимаете, чтобы за свою работу, проведение уроков, я получал нормальную зарплату, мне нужно руководству доказать, что без меня школа рухнет. А я думал, мне нужно детей учить и к экзаменам их готовить. Человек искренне верит, что это нормальная ситуация, когда твоя зарплата зависит от того, как ты себя администрацией презентовал. Фляг, конечно, у Глюки Андреевны слабоват. Но вот тройной сальхов у Шизоида Парфентича ничего. Наверное, открытием для подобных оленек с бонусом звучит как девушка с сюрпризом. Будет и тот факт, что в некоторых школах весь стимулирующий фонд, из которого в зависимости от достижения ей выдают бонусы, нет его. Или 15 тысяч. И тут хоть обулыбайся администрации, перецелуйся со всеми родителями. Но 15 тысяч это деньги на всю школу. Я вот выше уточнила у девушки, платит ли она подоходной со всей зарплаты или с минималки. Она слилась. Если учителя недовольны окладом, может им пойти в какую-нибудь ближайшую контору и задать вопрос, как они налоги платят. Глядишь, бюджет подрастет и зарплаты с ним. Нет? А пока живем исходя из реалий. Если учитель недоволен своей зарплатой, ему нужно сходить в какую-нибудь ближайшую контору и поинтересоваться. А вы налоги платите? Звучит как отличный план. Вот мы и нашли крайнего. Это же контора бюджетников обворовывает. Если учителя такие бедные и им надо помочь, почему бы вам не обратиться к вашей аудитории и не спросить, как они налоги платят? Почему вы этот момент проигнорировали? Так обвините тех из своих подписчиков, которые платят налоги с минималки, что они виноваты в низком окладе учителей, врачей, низких пенсиях. Нет, не государство виноваты, ни чиновники, ни коррупционеры. Вы, причина всех бед, слушайте, Оленька просто идеальный педагог. Вся риторика чинуш. Мало получаешь, значит плохо работаешь. Хорошо работаешь, но все равно мало получаешь. А, ну это вот они, враги виноваты в конторах. И подписчики Павла Остапова. Чего и следовало ожидать? Классика. Ответов ноль, аргументов ноль, какие-то мифические скриншоты по 20 тысяч за 46 часов, непонятно где, непонятно когда, может, коммент года 2010-го. Чувашская республика, город Чебоксары, 13 июля этого года. Вот она логика. Оленьки, нормальная зарплата? И значит, у всех она точно такая же. А все копейки бюджетников остались, ну, исключительно в 2010-м. Я тоже, когда в Индийском океане отдыхал, все никак понять не мог. А что это большинство россиян свой отдых в человеческом супе в Сочи проводят? Есть же нормальные острова в океане. Ну, что сюда не прилететь-то? Окей, Оленьку у нас в низкие зарплаты не верят, поэтому вот официальная статистика. Свыше 75% российских учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда. Оленьку, понятно, статистика не впечатлила. На всякий случай объясню, а что я к этой Оленьке-то пристал? Дело в том, что подобных Оленик в России вагон и маленькая тележка. Просто они обычно не в школе работают. Какая интересная формулировка. Ставка заработной платы ниже мрот. По факту это значит 76% учителей за голые 18 часов меньше 12 тысяч получают. Но типичная нагрузка часов 30-35, классное руководство и стимулирующие. Как по-разному можно подать информацию? Правда? Вот уж точно. Только учитель русского языка или математики, у которого 34 часа и классное руководство, бонусом, вряд ли хорошо работает. За очень редким исключением. Ты либо не готовишься к урокам нормально, либо не проверяешь тетради, либо забиваешь на свой класс. А, ну еще как вариант, можно поработать на разрыв аорты пару лет и отъехать. Тоже альтернатива. Как я люблю это нытье про подготовку к урокам. Наверное, готовитесь как к постановке Гамлета. Череп в руку и к зеркалу, часа на два как минимум. Тут даже не знаешь, как реагировать. То ли пожалеете учеников Оленьке, раз она к урокам толком не готовится. Не, ну если так рассуждать, можно и 50 часов нахватать. То ли о своей адекватности подумать, раз двухчасовая подготовка к урокам выставляется как нечто несусветное. И я. Готовим презентацию каждому уроку. Тетради? Отдельная песня. Сейчас бы тетради проверять, когда везде внедряют цифровые технологии и половина заданий онлайн. И проверяется автоматом. Окей, раз в четверть сочинения надо проверить. Тяжко, что пипец. Да, сейчас бы учителю русского тетради проверять. Что еще придумают? Одно сочинение в четверть пролистал? И хватит. Не беда, что у пятиклассников учитель обязан каждую работу проверять. Тут Оленька с бонусами и цифровыми технологиями. Какие проверки? Могла ли Оля обойтись без нашей любимой песни? В деревне деньги не нужны. Так люди в селе живут на зарплату 25? Нормально живут. Коммуналка? 200 рублей за газ. 1000 рублей свет. 500 интернет. Продукты, цены, наверное, как везде. Но еще свой огород, куры. Ну, знаете-то знаменитая деревня? Чебоксары. Одежду берут, не гонятся за брендом. Бензин по селу 1000 в неделю максимум. Дома с такими зарплатами строят не в ипотеку, на свои деньги. Я жила на свои 40. Нормально жила. У нас, правда, учитель на 21 тысячу живет, а не на 40. Ну, какая разница? Что еще им надо? Куры, гуси есть и окей. На 21 тысячу-то. Что? Обучение детей в УЗИ? А зачем мы из деревни в университет? Пусть трактористы идут. Дети хотят компьютер и приставку, но они же в деревне. Ммм, с коровью лепешкой поиграют. Как им отдыхать за границей? Да у них же поле буквально за окном. С другими странами должны знакомиться нормальные люди, а не учителя из сельских школ. Как меня бесят подобные люди, вы не представляете. Такой снобизм. Ну, куры есть же. Ну, вот человек с куриными мозгами точно присутствует. Как минимум один в моем чате в Телеграме. Вы, видимо, в деревне никогда не были. Там менталитет другой. Там люди, если делом не заняты, они загнивают. Не принято там читать, по кино ходить, на выставки и прочее. В пятницу ходят в гости к родне, пьют самогон. Вот это для них понятный и приятный досуг. Дальше, как обычно, должен быть какой-то вывод. И как обычно, я не знаю какой. Телевизор не зря старается. Человек работает в школе и верит, что все, кто получает мало, лентяи. Подготовка к урокам придумана для дураков. Алло, цифровые технологии. Но при этом считает себя отличным педагогом. Но не через зубы же говорит. В восторге от того, что ее зарплата зависит от отношений с директором. И свято верит, что везде все одинаково. Ну, разве что в городе курс с гусями нет. И книг в деревне. Пока в нашей стране подобные Оленьки будут весело подакивать чиновникам и шеймить всех вокруг, ничего у нас не изменится. Потому что, а зачем что-либо менять в школе? Вон, учителя с нами согласны. Маленькая зарплата? Ну, значит, плохо работаешь. Ну, или в деревне живешь, где деньги, в принципе, не нужны. Друзья, если вы хотите меня поддержать, то, пожалуйста, поставьте этому видео лайк. И не забудьте подписаться на мой телеграм, чтобы прямо вот от начала до конца проследить за этой, ну, настоящей эпопеей. Оленька там оставила гораздо больше комментариев. А я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.